Информационная служба Сегодня у Беларуси уступает силу шерох изменений. У приватности с 1-го листопада дейничая новый помер бюджету прожиточного минимума. Он снизился и теперь складая 174 рублей 52 копейки. Для процездольного насельництва крыху больше за 193 рублей. Для пенсионеров и студентов каля 134 и 170 рублей отповедно. Гэта тлумачать с тем, что упали цены на агароднену и садовину подчас ее массовой нарыхтовки. Одночасово изменился помер минимальных споживецких бюджетов. С 1-го листопада гэтае выплаты выросли у сярыдним на 6 рублей. Для процездольного насельництва теперь они складаюцем маль 375 рублей, для студентов каля 280. Гэтае померы будуть дейничать до 31-го студеня наступного года. Ясшы одно изменение листопада. Павышение померов допамог по догляду детяти во взросте до 3-х годов. Выплата на 1-е детя теперь складая каля 260 рублей. Допамога на другое и наступных дятей – амаль 300. На дятя инвалиды – каля 334 рублей. Гэта помер выплат будуть дейничать до 1-го лютого 2017 года. Увагу инвесторов на Гомельщине притягивать природное богатие Прыпятского полесия. Подчас проведения дзен Гомельской области в Москве подписано погоднение обстворений в Лельчицком районе о вытворчасти ватких кормовых добавок для живелого долей и удобрения на основе сопропелев. С планами района по выкористанне природных ресурсов ознайомился Олег Синсерову. Кварцевый песок, ультрапресные воды, облицовочный камень и навыд бурштин – заправдные запасы природных ресурсов, якие знаходятся на территории Лельчицкого района, не разведаны до этого часу. Той же озерный сопропель, например, почали выкористовывать только в 2011 году, каля в рамках Чарумбасской программы тут реализовали проект по створении на базе местового агросервису вытворчаси кормовых добавок. На его реализацию затратили маль полтора миллиона долларов. Погоднение, якое подписано в Москве, повинно принести в район еще больше значной инвестиции. Этот проект даст порядка 7 миллионов долларов США инвестиций. Ну и, соответственно, по выходу этого проекта будет создано в районе порядка 50 новых рабочих мест, что для района это немало. Основная продукция, которая будет производиться на новом предприятии, будет в основном экспортоориентирована. Соответственно, это будет экспорт для района и для области. Сегодня на территории Лельцеского района ведомые два родовища сопропелев. Разведанные запасы больше 800 тысяч тонн. Реальные объемы могут превышать эту личбу в несколько разов. Шмат тысячи годов тому на этом месте было море, которое сейчас перетворилось в озеро. После того, как в минулом 100 годах и оно высохло, оказалось, что эти места богатые на сопропель, которые поддерживают практически все элементы таблицы Менделеева. Планы по забеспечению мясовых жахаров работы и отповедной зарплаты в Лельцеском районе связывают теперь за все за его инвестиционной притягальностью и створением новых вотпочесел по перепросовцу сыровинных ресурсов. На селетнем Гомельском экономичном форуме, например, был подписан договор о подкрытии еще одного щебневого завода. А про чатаго начинается разведка радовища в Бурштыну, по передней запасы, якого оцениваются у 300 тонн. До речи, запущенные 9 годов, его рыночный кошт повеличился на 900%, и эта тенденция заховывается. При том, что и махчимости выкрыстания сапропелью так само далеко не вычерпаны, в усилекем разе применять его можно не только для творчества удобрения и кормовых добавок. Есть еще более широкий спектр, то есть это можно и косметология, это и лечебные грязи. Ну, понятно, что на сегодняшнем этапе пока такие проекты еще не рассматриваются, но как перспектива возможно все. Сегодня в Беларуси уводятся два участки платных автодорог. Один из них пролягает на территории нашей области. Это 25-ти километровый участок автодороги М5 по Межбабруйскам и Жлобинам. Прыкладно на такой же отлеглости проведена реконструкция трассы Р-23, что излучая Минск и Микашевичи. У вынику протяглость платных дорог у Беларуси складе больше, как 1600 километров. В наступном годе так само запланована реконструкция автодороги М10. У планах обновить 90 километров по Межгомелям и Калинковичам. Зараз вядзется проектная работа. Среди закористания платными дорогами идут на обслуговывание транспортных артерий, поднимание их якости и покрытие расхода у пары конструкции. Легковые автомобили, которые ездят бесплатно, это только из Беларуси, России, Казахстана, а также Луганской и Донецкой областей. Все остальные легковые автомобили тоже платят за дороги. Цены разные, они зависят от грузопоемности автомобилей, которые переезжают по дорогам. Больше подробную информацию и классификацию цен можно найти на сайте БелТол. До инших тем. У школьников распочались и восенские каникулы. Во всех установах адукации на протягу тыдня будут дейничать с факультативы, объединяя не по интересах и гульнявые пляцовки, как заработать от подчинок детей корыстным, беспечным и взаимальным. На базе Гомельского областного центра туризма и краизнауства, например, працует у рысский лагерь, який пропонует занятки по шматборье и скалолаженне. Вероника Ворошилина, Володая, под рабязностями. У кого-то это походы, у кого-то это экскурсии, у кого-то это различные викторины, мероприятия. И причем мы не забываем и работать с детьми, которые в лагерях пришкольных города Гомеля. У нас в течение этих каникул, во время каникул 2 числа, мы приглашаем, ожидаем ребят со школ города Гомеля для участия в краеведческом ориентировании. Так называемый квест-ориентирование. Турецкий лагерь объединяет 90-школьников во взрослое от 11 до 17 годов. До речи наведу и занятки не только наученцы областного центра. Сюда так само приезжают группы Зречица и Жлобина. Для многих детей каникулы – это не только махчимость удосконалить свои туристские навыки, а лей подрихтоваться до будущих споборництвов. Я уже занимаюсь три года, мне очень нравится этот спорт. Мы ездили в Бобруйск, в Минск и в другие города. Мы занимали места. Когда мы ездили в Бобруйск, мы занялись моей партнершей второе место. Пока одни выхованцы туристского лагеря отпрацовывают спортивные элементы у стенок установы, другие отправились в поход. Подчас таких выездных занятков детям будут лумашить, как правильно пристосовываться до полевых умов. Школьники научатся заставить палатки, ориентироваться на мясовости, а головные – опрацовать у команде. Первым непростым выпробованием для удельников туристского лагера стало переодоливание 20-километровой пешеходной экскурсии. Мы должны учить их ходить пешком, чтобы человек знал, как рассчитать свои силы. А самое главное, как он психологически подойдет к своей команде. Подойдет лето, мы пойдем с ними в походы более продолжительные, на неделю, то и больше. И лишние люди в таких ситуациях всегда представляют определенную сложность для команды. У целом, по шанс восиньских каникул у лагерах розных на прамках и профилях в установах эдукации Гомельской области плануются оздоровить больше 8 тысяч школьников. Для их продовольствияны шматлики спортивные и культурно-массовые мероприемства, конкурсы, викторыны, сустречи с представниками органов внутренних справ МНСДАИ и иншими межведомостными структурными подразделениями. На восиньских каникулах будет ладиться комплексная работа, чтобы заработать от подшинок школьников максимально займальным, корыстным, а головное, безопасным. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телеродовая компания «Гомель». Десятый международный турнир по интеллектуальных гульнях для школьных команд «Великий перапынок» 2016 пройшел у Гомеле. Что декали, брейн-рынг – своя гульня. Два дни с поборництва у индивидуальный и командный залик. За перемогу спрачалися 44 команды с Беларуси, Украины и России. 260 удельников – это рекорд с поборництва за всю историю проведения «Великого перапынку». Год от года участников турнира становится все больше и больше. Это говорит о том, что наш турнир востребован интеллектуальными игроками. Сегодня мы уже не помещаемся в масштабах одной школы, а организаторами этого турнира являются сразу три школы – 11, 61 и 24. И поэтому официальная церемония открытия и несколько игр проходит на базе Белорусского государственного университета транспорта. По выниках с поборництва у перемогы святковали сборная команда 11-й и 61-й гомельских школ у старейшей у взрослой группе и дружина Злагойска у молодшей. Фотовыстава «Аутолегенды Гомеля» открылась у филияли Музея фотографий у областным центры. Экспозиция наличивает около 50 раритетных вздымков из особистых архивов и присвечена развитию аутомотоспорта у Гомеля в 60-70-е годы минулого ста годтя. Гомельский аутомотоклуб был сформированный в 1945-м ходе. Тогда у молодой организации был только один – трофейный автомобиль «Форд». Практично отсутствовала научная база, не было запчасток. Однако, не глядя на все складанности, минавито тут проходила подрыхтока профессийных водителям. Спортсмены клуба брали уделы и займали призовые места на значных республиканских и союзных спопорництвах. Традиции автоспорта в Гомеле были очень серьезные, прогрессивные. Техника у нас готовилась на высоком уровне, благодаря Ивану Андреевичу Кабулянскому. Я, как последователь, тоже старался, хоть и в картинге, но тем не менее, держать уровень. Выставу дополняются раритетные узнагородные кубки и медали республиканского и всесоюзного значения, спортивные атрибуты к советскому периоду. У совести с надходом неустойливого холодного надворья, якое будет сопровождаться протяглыми опадками, у ДАИ попереджуют об небеспечных дорожных умовах. С сегодняшнего дня на территорию Гомельской области будут оказывать уплыв неустойливые холодные поветренные массы, которые принесут у регион мокры снег и дожды. У ночи температура будет понижаться до отмолвных показчиков, тому на дорогах махчимы гололед, ранницы и туман. АХАИ закликая аутоаматра управлять повышенную осторожность и увагу. Особое внимание обращать при движении по опасным участкам – это мосты, путепроводы, эстакады, а также закругление дорог, которые наиболее подвержены образованию гололедицы. Кроме этого, необходимо заранее предусмотреть переобувку шин с летних на зимние. До речи, неготовность до смены умов на дворье стала причиной большей колькости аварий, які отбыліся на минулым тыдні, коли на Гомельщине выпав перший снег. За сутки було зарегистровано свыше 80 ДТЗ. Инспекторы нагадывают, что змена на дворье уплыває і на увагу водителям. Наприклад, недавня ДТЗ на скрыжованні Рогачовской і Советской вулиц у Гомеле. Водитель автомобіля «Сиад» проїхав на червоний колір і сутыкнувся з «Субару». От столкновення автомобіль «Сиад» відбросила на тротуар, де він совершив наїзд на двох пешеходів. В результаті наїзду супружеска пара з травмами була доставлена в больницю. Після заказання медицинської допомоги, жінчина була пущена дому, а мужчина був госпиталізірован. У Гомеля отбойся четвертый кубок Беларусі по культуризму і фітнесу. С поборніства собрали спортсменів з усей країни. Турнір проводівся Беларускай Федерацією модельного фітнесу і культуризму. У красавіку гетага года Гомель примав ящий одне споборніства і пады гідай гетай організацій – Чемпіонат Беларусі. Кубок країн імèў більш стіплый масштаб. Менш категори, пайких виявлялі пераможців, а значыць менш і саміх удзельнікаў. Споборнічалі і дзєці. У їх свая асабістая категора – фіткіт. Там яны демонструють сваю акробатычну і танцевальну падрахтовку. Невелікае колькість удзельнікаў на відовішність споборністваў асабліва не пауплывала. Побач з новічками былі і спортсмэны самага высокага узроўню. Ураўні участнікаў, хоч і не бальшой, але ураўні довольна ровны. Єсь, конечно, ребята і не совсем підготовлені, но це спорт, це соріновання. На любых сорінованнях є топові спортсмэны, єс новічкі. То ес, надо абкатывацца. Мы не гонімся за масовасцю, все-таки я хачу, чтобы наш спортсмен, он панімал, що це хороше хобі, каторе в першу чад несет здоров'я. І гэта була пошні інформація нашага ранішніга выпуску. Студы для вас працывала Наталья Ігнатєнка. Я і мої калегі жыдаем вам удалага дня. До новых сустріч у ефіры. Дякую за перегляд!